Главный редактор украинского издания «Страна.юэй», одного из немногих оставшихся в здравом уме на Украине, Игорь Гужва, комментирует скандальное досье «Пандоры», которое вскрыло неприглядные офшорные делишки Владимира Зеленского. В канун экватора президентского срока Порошенко, международный консорциум расследователей, связанных с Соросом, опубликовал информацию об офшорных компаниях разных известных в мире людей «Панама Пейпас». В их число попал и Порошенко, что вызвало большой скандал и положило начало целой серии подобных публикаций о нем и окружении, которые сыграли немалую роль в его поражении на выборах. И в целом сформировали его прочный образ как одного из главных коррупционеров в истории Украины. В канун экватора президентского срока Зеленского, международный консорциум расследователей, связанных с Соросом, опубликовал информацию об офшорных компаниях разных известных в мире людей «Досье Пандоры». В их число попал и Зеленский. Статьи о нем уже публикуются в ведущих мировых СМИ, а в Украине о заофшорах сняло фильм «Слидство.инфоу». Причем для Зеленского опубликованная информация потенциально будет иметь намного худшие последствия, чем для Порошенко. В чем суть разоблачений? Главное. 1. На Зеленского и его партнеров зарегистрированы офшорные фирмы. При этом Зеленский перед выборами из них вышел, переписав их преимущественно на Сергея Шефира. Но дивиденды все равно фирма его семьи продолжила получать, что может указывать на эффективность выхода из совладельцев офшорной компании. 2. На счета этих фирм, начиная с 2012 года, структуры Коломойского перечислили более 40 миллионов долларов. 3. Как минимум это означает, что Зеленский скрывал свои доходы в офшорах, чтобы не платить их в Украине. И к слову, Зе-команда продолжает это делать и сейчас, когда Зеленский президент, так как офшоры функционируют. 4. Но может быть и все гораздо хуже, так как компании, которые перечислили офшором Зеленского 40 миллионов долларов, это те, которые фигурируют в деле о выводе средств из Приватбанка и их отмывании. То есть, вполне может быть, что фирмы Зеленского были участниками схемы по разграблению Приватбанка. 5. Шефир купил и оформил на себя очень дорогие квартиры в Лондоне. И все это транслируется сейчас на весь мир. В итоге, 1. Зеленский предстает как очень мутный тип, который не только уклонялся от налогов через офшоры, как это делал Порошенко, но и, скорее всего, участвовал в криминальных схемах Коломойского по выводу средств из Приватбанка. 2. Связка Зеленского и Коломойского еще раз подтверждена и на Западе станет аксиомой. А заодно и станет аксиомой, что Зеленский продолжает покрывать Коломойского, несмотря на требования США. 2. Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путем ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации АЗ, что досье Пандоры про офшоры покажется невинной детской сказкой. 3. Любые заявления Зеленского о борьбе с олигархами после этого фильма будут вызывать ту же реакцию, что и его знаменитый номер с роялем. 4. Ситуация в украинском политикуме, который так лихорадит из-за попыток Зеленского установить единоличное правление, станет еще более напряженной. А следовательно, и продолжить линию на концентрацию власти президенту будет сложнее. 5. Сопротивление будет возрастать по самым разным направлениям. 5. Публикации про Зеленского на Западе и в Украине продолжатся. С одной стороны, это будет элементом шантажа, чтоб делал то, что требует. С другой стороны, подготовкой почвы под его уход с поста президента. Как это было в свое время с Порошенко. Субтитры создавал DimaTorzok